Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами на библейском портале экзегет. И мы продолжаем читать вторую книгу Маковеев. Мы уже приближаемся к концу, осталось всего несколько глав. Но сегодня 13 глава. Мы читаем небольшими отрывками и толкуем этот текст. В 149 году дошел слух до бывших Сеуды, что Антиох Евпатор идет на Иудея со множеством войска. И с ним лисий, опекун и государственный правитель. И у каждого эллинское войско стоят 10 тысяч пеших, 5300 конных, 22 слона и 300 колесниц с косами. Ну давайте здесь разбираться. Тут цифра приводится, но речь идет о так называемой Селепкидской эпохе. И если перевести в наше летоисчисление, это где-то 163-162 год до Рождества Христова. Антиох Евпатор – это кто? Имя Антиох IV Епифана, оно такое более известное, как такой сильный гонитель евреев. Но у него был сын Антиох Евпатор, или Антиох V. Он воцарился, когда ему было 9 лет, и поэтому у него был опекун, ну регент, вот этот лисий. Он получил власть от Антиоха Епифана. То есть здесь у него власть и авторитет очень большой. И вот они отправляются воевать с иудеями, потому что иудеи все равно воюют. Хотя до этого был составлен договор, что иудеи не бунтуют, а селевкиды, цари сирийского царства, не вмешиваются в дела евреев. Однако этот договор был нарушен, и поэтому вот такая карательная экспедиция. Здесь перечисляется огромное войско. Получается, что каждый идет, и у каждого одинаковое количество войска. Но есть рукописи, очень авторитетные, что нет, и вот этой фразы, и у каждого эллинского войска не было этой фразы. И говорится, что вот они идут вдвоем, точнее идет лисий, и с собой ведет этого Антиоха, потому что, ну, ребенок. Вот и там большое войско, упомянуты слоны, да, слоны использовались в битве. И 300 колесниц с косами. Что это с колесницей с косами? Точнее, ну, косы, серпы. Значит, ну, надеюсь, вы представляете, колесница, это может быть одна ложь, но может быть и несколько. И вот колеса на том месте, где вот ось, вставляли такие, как мечи или косы. Это раз. Сейчас дальше оглобли, которые были, туда тоже приделывали такие косы. И, как вы понимаете, колесница, которая скакала, она врывалась в толпу, и она крошила, рассекала просто тела. Поэтому это было достаточно грозное оружие. Ну, вообще, как бы, если сравнить, колесница, это что-то в виде танка, да, а это еще более усиленный танк. Присоединился к ним и Менилай с большим притворством, побуждая Антиоха, не ради спасения Отечества, в надежде получить начальство. Что за Менилай, что за получить начальство, давайте разберемся. Значит, Менилай – это предатель, который получил власть над храмом, и он был изгнан, и он хочет вернуться. Вот, и поэтому он там призывает Антиоха пойти, как бы, навести порядок. Но это предатель, потому что его все, что его интересует, то это деньги. Но царь царей возник гнев Антиоха на преступника, и когда Лисий объяснил, что Менилай был виновником СИЗО, то он приказал отвезти его в Берию и по тамошнему обычаю умертвить. Здесь используется очень интересный титул бога «Царь царей». Этот титул использовали восточные владыки, неизвестно, использовали этот титул селевкиды, но вот на востоке этот титул использовался. Там есть цари, и над ними свой царь. Но здесь этот титул прилагается к богу. Ну и, как бы, возможно, специально это сказано, чтобы Антиох не чувствовал себя царем царей. Потому что на самом деле царь царей – это бог. И вот все это заканчивается тем, что Менилая казнят, потому что Лисий объясняет, что вся вот эта заварушка началась из-за Менилая. Здесь получается, что Менилая казнят, а потом продолжается поход. Но в других текстах говорится, что завершился поход, и Менилая убили. Давайте вспомним, что сама вторая книга Маковеев – это такой конспект другой книги, который до нас не дошел. И этих книг было вообще пять, и они очень-очень подробные. Поэтому сам автор говорит, я просто делал выписки, выдержки из вот этих пяти книг о восстании Маковеев. Хорошо. «В том месте находилась башня в 50 локтей, наполненная пеплом. В ней было орудие, обращающееся вокруг и спускающееся в пепел». Не очень понятно, о чем идет речь, какая башня, наполненная пеплом, что за орудие, обращающее вокруг и спускающееся в пепел. Но здесь из текста не совсем ясно. Я нашел один комментарий, который объясняет, что это такое. Это такая башня, в него насыпали горящий пепел с горящими углями. То есть это такое раскаленное что-то было. И значит, что делали? Делали человека, брали, и его как, ну, не краном, ну, можно сказать, краном опускали в этот горящий пепел. И туда погружали, и он, во-первых, обжигался, во-вторых, задыхался в этом пепле. Ну, конечно, очень жестокая казнь, но нужно понимать, что из-за вот этого Менелая много евреев погибло. Страна погрузилась в хаос, все время какие-то нашествия, осквернение храма, уничтожение просто людей. И поэтому автор говорит, там всегда низвергается на погибель виновности, татации или превзошедшая меру других зол. Такой-то смертью пришлось умереть нечистым Менелой и не иметь погребений в земле, и весьма справедливо. Ибо когда он совершил много грехов против алтария Господня, которого огонь и пепел был свят, то и получила смерть от пепла. Ну, здесь равнозначное воздаяние. Он осквернил жертвенник, на жертвеннике есть огонь и пепел, и вот он и погибает тоже от огня и пепла. Такую равнозначность преступлению и наказанию. Одно из таких наказаний, которые получил Менелай, то, что он не имел погребения. Погребения в своей земле и вообще погребения. Евреи старались собрать тела и похоронить их. Причем отношение к телам, к погребению тел было такое, знаете, очень тщательное. Потому что, например, человека казнили, побили камнями. Что с его трупом делали? Его не бросали-то, чтобы он валялся и всех пугал. Или, например, кого-то повесили. Он не висел там, пока не разложился и упадет. Нет, вот человека казнили, его взяли и похоронили. Причем похоронить могли даже в гробнице. Хотя он мог быть преступником. Почему? Потому что такое очень благоговейное отношение к телу. С другой стороны, еще любой труп, труп казненного, является источником исквернения. Но вот в любом случае, какой бы ни его преступник, его хранили. А здесь этот Менелай даже этого был лишен. Хорошо, идемте дальше. Между тем царь ожесточився в своих замыслах, продолжал шествие, намереваясь причинить иудеям бедствия, горше тех, которые были при отце его. Ну, царь, это Антиох пятый, отец его Антиох четвертый. Когда узнав об этом, Иуда, то велел народу день и ночь призывать Господа, чтобы он и ныне, как и прежде, явил им свою помощь. При опасности лишиться закона и отечества и святого храма. Значит, здесь перечисляются те вещи, которые были важны для евреев после Вавилонского плена. Закон, закон Божий, отечество, это Хаэрэц Исраэль, земля Израиля и святой храм. И чтобы народ, только что немного успокоившись, не отдал в порабощение злохульным язычникам. Все единодушно исполнили это и в продолжении трех дней, с плачем, постом и ретельными преклонениями, непрестанно молились милосердному Господу. Тогда Иуда, ободрив их, приказал им быть в готовности. Ну, недавно евреи получили религиозную свободу и снова опасность. Причем эта опасность воспринимается еще более серьезно, чем та опасность, которая была раньше. Потому что раньше они постились один день, а здесь постятся три дня. Плач, пост, это те вещи, которые всегда соединялись с молитвой. Пост, скорее всего, заключался не в воздержании от какого-то рода пищи, а от полного воздержания и от пищи, и питья. Либо в течение светлого времени суток ничего не ели, не пили, или, а когда наступал вечер, вот тогда уже могли что-то съесть. Какой это был пост, мы не знаем. Оставшись же наедине со старейшинами, держал совет, намереваясь прежде, ежели царское войско войдет в Иудеи, овладеть городом, выйти, решить дело с помощью Господа. Ну, старейшины, это не старики, это коллегиальный орган, который был у евреев, наиболее авторитетных людей этой страны. Вот, и понятно, что не обязательно они там старики были. Значит, что предлагает Иуда? Он предлагает выйти из Иерусалима, город, без упоминания какого города, это всегда Иерусалим. Ну, выйти из города, выйти из города и встретить войско где-то в поле. Это возможно, потому что, чтобы напасть на Иерусалим, нужно было пройти через какие-то ущелья, ну, или так, долины очень узкие. Вот, если перекрыть эту долину, то можно сдерживать даже небольшими силами. Если же все-таки проиграть, то есть быть разбитыми, то можно отступить в город, закрыть ворота и еще повоевать. Предоставив попечение себе создателю мира, он убеждал бывший с ним сражаться мужественно до смерти за законы, за храм, город, отечество и за права гражданские, и расположил войско около Мадина. «Дав бывший с ним условный знак Божия победа, он с избранными сильными юношами ночью стремился на царский шатер, убил войски до четырех тысяч человек и, кроме того, самого большого слона, спомещавшегося на нем народом. Наконец, исполнив войска страха и смятения, они благополучно отошли». Произошло это уже на рассвете дня при покровительстве Господа. Ну, давайте здесь разберемся, значит, за что они борются. Снова за закон, за храм, город, то есть Иерусалим, за отечество и права гражданские. В данном случае это не светские права, а право евреям жить своей жизнью. Вот здесь имеется в виду это. Мадина – это как раз тот проход к Иерусалиму. Значит, условный знак Божия победа – это такой пароль, такой клич, что начинаем кричать «Божия победа», и это служит сигналом броситься в битву. Кстати, что интересно, вот этот клич, условный знак, уже был, только он назывался не «Божия победа», а «Божия помощь». И Иуда Маковей более уверен, что он победит, и поэтому он говорит не о «Божьей помощи», а о «Божьей победе». И, подобно когда-то Гидеону, он пробирается в стан к врагам, но если Гидеон только наблюдал, что там было, то Иуда Маковей пробирается в стан и там устраивает истребление. Значит, ну, здесь интересно про самого большого слона, спомещавшегося новым народом. Что это за история? Значит, как воевали. Вот был слон, и наверху у него ставили такую площадку, и на этой площадке находилось несколько человек, которые с этой площадки стреляли. Вот, и этого слона убивают, убивают погонщиков этого слона и благополучно уходят из стана. Чем это заканчивается история? Царь же, опытом дознав отважность иудеев, пытался владеть местами посредством хитрости, и приступил он к Вевсуре, твердой крепости иудейской, но был обращен в бегство, потеряв переположение, потеряв и потерю. Не получается, ничего не получается, но нужно понять следующее. Вот, евреев, евреи живут, не надо думать, что они живут по всей территории Израиля. Значит, они живут так, местами, и вот сколько их? Немного. Империя селивкидов, ну, или царство селивкидов, она куда больше. И понятно, что Иуда победил. Раз, победил два, три. Но он все равно теряет воинов. Страна находится во время войны. И вот поэтому, если бы царь постоянно поставил себе цель уничтожить, вот раз разбили войско, он ушел, два разбили войско, но все равно рано или поздно бы вот эта сила, которая есть в селивкидской державе, она просто бы задавила бы иудеев. Поэтому Иуда, он не только смелый воин, но он умный правитель. Иуда ведет не только войну, но ведет еще и политическую игру. Но, давайте читать. Иуда же прислал бывшим крепости все нужное. Некто родок из войска иудейской объявил врагам об этой тайне, но был отыскан, сквачен и заключен. Во второй раз царь вступил в переговоры с жителем Виссуры, дал им и от них, и от них получил мир, удалился и обратился против бывшей суда, но был побежден. Узнав же, что Филипп, оставленный в Антиохии правителем, отложился и пришел в смущение, стал уговаривать иудеев, смирился и клялся исполнить все справедливые требования. Ну, что здесь произошло, вот этот право Филипп, это еще один чиновник вот того умершего Антиоха Епифана, и он остается в Антиохии. А Антиохия это столица империи селевкидов, значит. И он поднимает восстание, чтобы захватить власть. Поэтому Антиоху Пятому, ну и понятно, что Лисию, ничего не остается, как идти на мир с Иудой. И Иуда на этот мир идет, стал уговаривать иудеев, смирился и клялся исполнить все справедливые требования, затем примирился с ним и принес жертвы, почтил храм и оказал милость народу. Конечно, никто Антиоху не дал возможность прийти там в храме, заколоть жертвы. Скорее всего, он просто пожертвовал деньги, значит, и на эти деньги купили жертвы и за царя принесли. Вот такая практика принесения жертв за языческих царей была в Ветхом Завете и была, и она описана. Она и в канонических книгах описана, и вот здесь тоже самое не канонических. Значит, почтил храм, оказал милость городу, это, скорее всего, выделил деньги на храм и на город. Принял Маковея и поставил вон военачальником от Птамилоиды до самой Гирин. Значит, это города на севере и на юге, ну, Птамилоида еще более-менее известна, а вот где находился этот Гирин, там спорят. Предполагают один город, этот город уже не входил в царство Селивкидов. Предлагают другой город, но, скорее всего, это где-то около города Газы. Потом пошел он к Птамилоиду. Птамилоидяне недовольны были договором, негодовали на условия, хотели отменить их. Значит, Птамилоида – это город языческий, и они делали всякие гадости евреям. Здесь же они лишаются возможности творить всякие беззакония, недовольны. Недовольны, начинают там возмущаться, призывают их отмениться. Тем более, знаете, как бы царь уже ушел, то есть все, можно обратно свои слова взять. Но царь, а точнее Лисий, не идут на разрыв, и поэтому вошел на судилище Лисий, защищался по возможности, уговаривал их, успокоился, делал благосклонным и отправился в Антиохию. Так кончилось нашествие и возвращение царя. Война заканчивается, но на самом деле война будет еще продолжаться, но об этом уже в других главах. Мы с вами прочитали уже 13 главу из второй книги Маковеев. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами были на библейском портале Экзегет. Спасибо за внимание. До встречи. Продолжение следует...